В Усть-Кемногорске полицейского покусал бультерьер. И сделан он это по команде своего хозяина. Страж порядка пострадал, но не стал убивать животное. А позже подал в суд. Мужчину приговорили к лишению свободы. Все подробности расскажет Татьяна Ковалева. Татьяна, во-первых, что случилось и что послужило поводом для такой ситуации? Арстан, полицейский был при исполнении. Поступил вызов, что хозяин собаки... Об инциденте сообщает газета Устинка. Приехав на вызов, полицейские пытались успокоить домашнего тирана. Тот особо немедля пустился в бега, прихватив с собой четвероногого друга. Во время погони хозяин снял намордник спидбультерьера и скомандовал ФАС, указывая на преследовавшего его полицейского. Пес мгновенно вцепился в ногу одного из стражей порядка и покусал его. А тащить собаку удалось только самой потерпевшей. Позже убежавшего дипожира задержали. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также мужчине теперь придется выплатить пострадавшему полицейскому денежную компенсацию за причиненный моральный вред. А вот в Западно-Казахстанской области к административной ответственности привлекли 139 должностных лиц за то, что они содержали автодороги региона в плохом состоянии. Отсюда сотрудники полиции объясняют и критический уровень аварийности на дорогах региона. Об этом пишут на страницах газеты «Надежда». С начала года полицейские выдали 22 предписания на устранение недостатков на трассах области. К слову, в прошлом году из больше чем полутора тысяч обследованных дорог 1400 тоже оказались в неудовлетворительном состоянии. Должностных лиц, отвечающих за их состояние, попросили устранить недостатки. Мужчина поставил вопрос о законности выдачи заключения проекта, разрешения на его установку, а также проведенных общественных слушаний. Наши специалисты отправили государственным органам запросы по этому объекту, чтобы они дали пояснение о выделении места и установке этой печи. Если у кого-то возникли проблемы в сферах экологии, геологии и природных ресурсов, то они могут обратиться в проектный офис Адалдых Аланэ при Департаменте экологии ВКО по адресу улица Потанина, 12. Пожаловаться на экологические преступления теперь могут жители Восточного Казахстана. При местном департаменте экологии, который находится в Усть-Каменогорске, открылся офис Адалдык Аланэ. Туда уже обратился мужчина, который пожаловался на незаконную мусоросжигающую установку медицинских отходов в поселке Касыма-Кайсенова Уланского района. Оказалось, что фирма получила разрешение на возведение объекта в ауле Алмасай. А появился он совсем в другом месте. Сейчас проводится проверка. Еще к одной новости из Усть-Каменогорска. В городе подорожают детские проездные. Цена месячного проезда для школьников с 1 февраля повысится на 900 тенге. Об этом пишут на страницах газеты «Устинка». Теперь, чтобы ребенок месяц пользовался общественным транспортом, родители должны заплатить вместо 3600 тенге новую цену 4500 тенге. А это ощутимо для семейного бюджета, говорят мамы и папы. Мир не без добрых сердец. Необычную акцию провели сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Миндекаринского района Костанайской области. Они очистили дымоходы в домах сельчан. Об этом пишут на страницах газеты «Костанайские новости». Спасатели решили не ограничиваться одной только профилактикой, а взяли и сделали доброе дело. Прочистили дымоходы в домах малообеспеченных, многодетных семей и одиноких пенсионеров. А заодно и напомнили правила безопасности. На этом у меня все. Читайте газеты. Ну а если нет на это времени, смотрите обзор прессы. Арестан. Спасибо. Вот я хотел бы сделать одну маленькую заметку. Несмотря на всю критику в адрес Министерства внутренних дел, их подразделения, комитет по чрезвычайным ситуациям, таких вот специалистов, которые помогают нуждающимся, надо отмечать и прилюдно. Спасибо. Татьяна Ковалева была с обзором региональной прессы. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok